добро пожаловать в новое видео сейчас я расскажу о том как делать ремикс пак что это такое зачем это нужно напомним меня зовут александр владимиров школа logic pro help поехали вкратце для тех кто вдруг не знает что такое ремикс пак ремикс если максимально простыми словами это переделка чужого трека и все вот это и есть ремикс а ремикс пак это то из чего будет создаваться этот самый ремикс то есть то что нужно для создания ремикса и так когда вообще может потребоваться создание ремикс пака может показаться что в принципе это не так часто и нужно на самом деле нужно и довольно нередко первый вариант это когда вы например подписали договор с лейблом контракт и лейбл вам говорит о а пришли свой трек именно ремикс пак трека для того чтобы наши артисты сделали ремиксы и у нас выйдет такой и перелиз например оригинальный трек и 2 может быть даже три ремикса будет в этом релизе это на самом деле очень круто очень классно и во многом даже говорит о том что лейбл ну такой заинтересованный и в общем-то хорошо что он устраивает такую движуху второй вариант это когда например кто-то хочет просто сделать ремикс на ваш трек допустим вы с коллегой с знакомым с другом так вот общаетесь и он такой слушай классный трек хочу сделать на него ремикс и вы ему отправляете ремикс пак можно конечно отправить проект но не факт что человек работает тоже в лоджике во вторых у него может не быть каких-то плагинов но в общем ремикс пака более чем достаточно ну и третий случай это конечно же когда вы делаете конкурс ремиксов так что вариантов на самом деле немало и тут я например за свои 15 лет работы конечно сделал немало ремикс паков много когда это требовалось теперь ближе к сути как мы создаем ремикс пак давайте для начала очень так быстро прослушаем трек на примере которого я все буду показывать и перейдем уже ближе к делу такой вот получается тропикал хаус но на его примере покажем окей мы при создании ремикс пока мы используем два таких строительных материала это миди и аудио миди как вы понимаете это конечно же у нас обычные мелодии и нам нужно их экспортировать в папку с ремикс паком давайте смотреть что у нас здесь имеется у нас есть grand piano есть брейк пету такой вот брейк пэт у нас чуть позже вступает по автоматизации и также нас есть тут для гитары в общем тоже аккордовая прогрессия по сути это все одно и то же и для того чтобы мне не создавать кучу разных файлов я могу сделать проще я могу вот сюда вот нажать право кнопкой мыши экспортировать все это дело и экспортировать так давайте вот эксэмпл вот я уже тут подготовил и напишем что это у нас например корс то есть мы пишем что это аккордовая прогрессия так можем сказать корс прогрессе или просто аккорды и затем тем самым у нас туда вот это аккорда прогрессия сохранится как уже будет использовать ремиксер это эту аккорду прогрессию другой момент этого более чем достаточно саб пэт например здесь у нас есть тоже такой вот звук есть скрипка по большому счету все это дело взято из аккордовой прогрессии которую мы только что экспортировали и экспортировать вот эти миди я лично не вижу никакой необходимости самая главная логика запомните это прям большими буквами можно записать самое главное чтобы ремиксеру было удобно делать ремикс на ваш трек удобно было работать с ремикс паком задумайтесь как бы вы хотели чтобы вам прислали ремикс пак чтобы вы сделали ремикс на другого человека на другой трек я не вижу необходимости захламлять ремикс пак добавляя какие-то такие не суть важные мелодии разумеется тут у нас снепы но не тем более как бы не требует никакой мелодии тут ударные ударные мы как правило не экспортируем вас у нас тут есть простенький бас такой вот в принципе его можно экспортировать поэтому я его экспортирую просто пишу бас здесь мы ничего не выдумываем пишем бас причем если у меня здесь он разделен на мид бас и саб бас то это не имеет никакого значения при работе с миди потому что мелодии везде одинаковые лид здесь тоже все одно и то же принципе мы просто берем и опять экспортируем так что сейчас в режиме реального времени мы с вами это постараемся сделать и также у нас есть пед дроп это у нас та же самая аккордовая прогрессия то есть фактически у нас тут мелодии то не так много вот и все что необходимо реально для того чтобы человек сделал ремикс именно если мы говорим про мелодии дальше это аудио здесь с одной стороны хорошая новость если вы допустим написали трек без вокала то зачастую вам даже не нужно время их спак вообще добавлять какие-то аудио потому что повторюсь как правило для ремикс пака достаточно всего лишь миди здесь мне нужно будет экспортировать вокал почему потому что вокал здесь у нас но это важная составляющая друзья возможно вы еще не слышали что у нас ложек про help есть свой закрытый клуб с телеграм чатом и кучей подарков для всех участников и пусть вас не пугает слово закрытый доступ в клуб абсолютно бесплатный проходите по ссылке в описании к этому ролику заполняйте форму и получите ссылку с доступом к чату к нашей коллекции плагинов сэмплов и пресетов в ту же секунду буду рад видеть вас чате где уже порядка тысячи человек обмениваются опытом помогают друг другу решать те или иные вопросы а также первыми узнают о новостях и акциях школы logic pro help жду вас там прямо сейчас welcome вокал свою очередь как и вообще любое аудио мы можем экспортировать в двух вариациях вариация номер один это вариация вот то есть это вариация с обработки с обработкой здесь очень важный момент мы всегда отключаем обработку на мастере это очень важно потому что ну в принципе она не нужна нам при экспорте поэтому мы ее убираем а вот всю обработку которая у нас здесь есть мы можем оставить у нас будет версия под названием вот то есть мы экспортируем и когда пишем вокал то мы пишем вокал давайте я покажу вокал 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 вот так вот обычно это пишется это с обработкой также у нас есть вариант когда мы отключаем вообще всю обработку реверберацию и мы экспортируем все то же самое но только у нас будет здесь вокал dry но на всякий случай dry вот так вот пишется то есть вот это мокрый дословно это обработанный сигнал dry это сухой и вы могли наблюдать такие сэмплы в различных сэмпл паках поэтому ремикс пак это тоже имеет смысл здесь я бы не делал на самом деле версию wet я бы отправил без обработки вокал почему потому что здесь нет какой-то особой обработки но знаете что была вот какая-то существенная разница между dry and wet если у меня тут была какая-то вообще невероятно крутая обработка которая как раз была бы фишкой то в этом случае можно было бы сделать версию dry и версию wet потому что опять же вот это вот необычная обработка какой-то вокалайзер или может какой-то дилей там в конце либо еще что-то это было бы фишкой которые по которой бы можно было узнать идентифицировать оригинальный трек на который был сделан ремикс здесь же мне нужен был абсолютно такой ну обычный вокал то есть без каких-либо там замудренности это tropical house лайтовая музыка здесь заморачиваться мне не было нужды поэтому здесь я бы экспортировал только версию dry и в общем то все также еще момент вот конкретно здесь я бы экспортировал гитары они не записаны вживую они были взяты из vst инструментов но гитары как бы такие штуки которые ну я бы экспортировал то есть здесь я считаю это тот более менее уникальный инструмент который стоит в аудио перевести здесь уже зависит от вашей так скажем лени или наоборот работоспособности и трудолюбия вы можете экспортировать гитары по отдельности то есть гитар 1 а это гитар 2 либо можно экспортировать это все как одна партия гитары но в принципе они обе звучат в треке постоянно вместе нет момента когда они звучат не вместе они звучат достаточно целостно я не вижу большой необходимости их как-то разделять кроме того что это не супер там важный звук в этом треке но я бы его экспортировал в remix pack и если вы например использовали какую-то скрипку ли необычный инструмент вот что-то какую-то фишку да про которые рассказывал то ее нужно экспортировать в аудио ну и разумеется в миде все всевозможные какие-то доп звуки ударные не нужны вовсе может возникнуть вопрос а нужно ли экспортировать может быть вообще мультитрек так вот мультитрек можно же экспортировать чисто теоретически да но как правило исходя из своего опыта могу сказать что не нужно чтобы вы отправляли прям целый мультитрек своего вот собственно своей работы в качестве ремикс пака обычно это не нужно также еще один момент заключается в том что в названии самого значит самой самой папки крайне желательно давайте я покажу крайне желательно писать какая вообще тональность крайне важно писать какой темп какой bpm давайте посмотрим какой bpm здесь 115 то есть мы здесь буквально берем и пишем можем так вот скобочках написать 115 bpm кстати может быть кто-то знает кто делал конкурсные ремиксы на там там промо диджей например бывает что закидывают до ремикс паки конкурсные а там вообще один вокал и никакой информации такие кривые ремикс паки в общем не очень удобно с ними работать конечно сюда можно подобрать все на слух и так далее но это лишняя трата времени поэтому наша задача сделать так чтобы ремиксер не тратил лишнее время на какие-то там простые вещи пускай даже это элементарная штука как посчитать bpm и тональность этого самого трека а знаете ли вы в какой тональности вы создаете трек хороший вопрос у нас кстати есть отдельный курс по музыкальной теории где мы разбираем вообще что такое тональности но если вы знаете что это такое супер вам нужно указать какой тональности трек написан я лично всегда пишу в какой тональности я создаю трек и пишу это прямо в проекте потому что я работаю с несколькими проектами бывает я открываю один и я просто ну элементарно не помню какая здесь тональность и нужно тратить несколько минут времени чтобы это вспомнить пускай даже пару минут но тем не менее поэтому я всегда пишу и значит здесь я могу ничего не проверять я могу смело написать что у нас тут до минор все тем самым у нас смотрите что получается все предельно просто название трека мой псевдоним remix pack темп тональность мы заходим сюда здесь у нас midi ну здесь были бы еще аудио я не стал экспортировать чтобы времени тратить также можете создать отдельные папки но это в принципе тоже нормально особенно если у вас много допустим файлов вот отдельно midi и отдельно можете написать аудио разумеется экспорт мы делаем формате wav обычно 16 бит более чем достаточно и после того как все это у вас есть вы нажимаете правой кнопкой мыши сжать у вас получается архив как правило zip zip он более универсальный и все и вы вот этот вот именно файл отправляете туда куда нужно лейблу на площадку через которую происходит конкурс ремиксов ну либо своему другу товарищу ну что ж на этом все вот так вот достаточно легко и быстро делаются ремикс паки желаю вам услышать свой трек в ремиксе от какого-то крутого известного артиста или просто хорошего продюсера который сделает интересную работу потому что скажу по своему опыту очень интересно очень круто очень необычно услышать свой трек в каком-то ремиксе так что на этом все до новых встреч напомню с вами был александр владимиров школа logic pro help пока Ремикса Ремикса Продолжение следует...